Российский певец и композитор Игорь Николаев в эфире программы «Он и она» на телеканале ТВЦ рассказал про обвинения в педофилии, которые звучали в его адрес, когда артист был супругом Наташи Королевой. В браке со знаменитой исполнительницей, которая младше музыканта на 13 лет, Николаев состоял с 1992 Гуарджонмос по 2001 год. В настоящее время 59-летний Игорь, как известно, женат на 36-летней певице и актрисе Юлии Проскуряковой. Парадокс заключается в том, что в предыдущем браке, хотя там я был старше всего-навсего на 13 лет, там постоянно вот эта история, что вот, он педофил. Педофил я, понимаешь. Хотя там всего разница, а то была маленькая, но там была вот эта история, которая почему-то, почему-то всех раздражала. В то же время и привлекала, и раздражала. А здесь наоборот. Хотя Юлька младше меня на 22 года. Никто мне этого не говорит и не видит. Это совершенно удивительная вещь. Но все равно это некая такая кость, которую ты бросаешь обществу, чтобы ее так покусали, пожевали, заявил артист. Вместе с тем Николаев отметил, что совсем не чувствует разницы в возрасте в браке с Проскуряковой, которая в 2015 году родила ему дочь. Я вообще не чувствую разницы в возрасте с Юлей. Вообще, она совершенно другой человек. И она может быть и строгая, она может быть и собеседником. И может быть и партнером. И кем угодно. И то, что появилась в Ника, это наоборот, как бы мы все равно молодые родители. И абсолютно не важно, сколько кому лет. Но да я, конечно же, очень пожилой папа, наверное, для маленького ребенка. Но она тоже уже мама в большом возрасте для маленького ребенка, сказал Игорь. Я первую дочку родил, когда мне было 18 лет. И я был излишне молод тогда. И я знаю, как это происходит в 18 лет. Но теперь я знаю, как это происходит в 55 лет. Ты точно так же стремишься домой, вот, на подсознательном каком-то уровне. Больше тебе не надо ничего, никаких компаний не хочется. Только Ника и Юля. В заключение Николаев ответил на вопрос о причинах огромного успеха его творческого дуэта со все той же королевой. По мнению композитора, все дело в молодости и актуальности. Все-таки это дело молодых, дело молодости. И те люди, которых ты перечисляешь, были ровно на 30 лет моложе все. Все фигуранты твоей истории. И включая меня, и всех девушек остальных. И тогда, естественно, когда ты победитель на белом коне, и все понимают, что половина хит-парада, это будут песни Игоря Николаева, а половина, всех остальных вместе взятых, тогда это совершенно другая история, пояснил артист. Дальше. Ты незаметно переходишь в другую просто возрастную категорию, так же, как и эти артистки. И тогда ты уже пишешь о другом. Но значит, эта песня точно неинтересна тому поколению людей, которое родилось на 50 лет позже. И этому поколению нужен свой Игорь Николаев, молодой, классный, усатый или безусый, неважно, но он должен быть их ровесник, он должен быть их современник. И он должен по определению быть молодым. А я, очень хорошо, на заслуженном отдыхе, прекрасно, хорошо, что поют мои песни. И я еще способен написать песни. А мои друзья-артисты еще способны их спеть. Ранее нынешняя супруга Николаева поведала об отношениях с его бывшей женой-королевой. Согласно Проскуряковой, у нее нет никакой обиды на Наташу. У меня нет обиды на Наталью никакой, но меня и Игоря, безусловно, возмущают негативные, оскорбительные, унижающие комментарии в наш адрес. Поэтому, защищая свою семью, мы с Игорем приняли решение, как можно меньше говорить на эту тему, приводит ее слова Стархит. Отвечая на вопрос о втором ребенке, артистка тогда также призналась, что еще одного малыша они с Игорем пока что не планируют. Вы должны понимать, что мы не молодеем, увы. Поэтому все не так быстро, как хотелось бы происходит. Было тяжело после первой беременности восстановиться и пока ко второй нужно готовиться. А у нас есть еще работа, учеба и много всего, отметила актриса. КОНЕЦ Продолжение следует...